И это вообще самое дорогое, что есть в фикс-прайсе. Представляете, 199 рублей. Занимаюсь ли я дома? Не бывает. Ни хрена себе, девочки! Что за херня у неё на шее? Да ёптё. Я не понимаю, что это. И здесь точно ставить стакан. Это я понимаю. Они пережимают пальцы, и пальцы синеют. Залезет? О! Класс! Да. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй. И это видео первое после отдыха. И сразу же что? Фикс, 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 фикс. Да. Сегодня будет фикс-прайс. Я немножко такая... Вообще я хотела начать видео совсем по-другому. Ура, ура, фикс-прайс! Таня специально создать. Но мой малыш спит, и поэтому у меня раз такое начало, а потом я вспомнила, что хотела сделать, короче, лучше получила. Я безумно рада, что сегодня у нас видео в фикс прайсе, знаю, что вы тоже очень рады этому видео. В директ мне приходило очень много всяких сообщений о том, что в фикс прайсе много разных новинок. Я уже накупила всего, и новинки все прут, прут и прут, и мне нужно быстрее снять это видео, для того, чтобы я пошла и закупилась новыми новинками, и сняла для вас новое видео. Поэтому скорее приступим, это будет как раз-таки перерывчик между влогами с Анапы, с отдыха, где мы отдыхали. Я очень много там наснимала, ничего не хочу вырезать, поэтому пришлось все поделить. Практически 55 минут у меня влог вот перед этим был, предыдущий день. И на следующий день, я не знаю, сколько будет, но там уездили и на озеро, и все. В общем, ладно, что это я, влоги о своем, это для тех, кому интересно, посмотрят мои влоги. Ну а сейчас у нас фикс прайс, очень много новинок. Так, первое, что я приобрела, это вот такую штуку. Я на самом деле давно о такой думала уже, я ее покупала на Алиэкспресс, и в один прекрасный момент я ее потеряла, когда ездила по делам, в общем, в другие города, и с малышом. Это такая штучка, которая лепится, она может лепиться куда угодно. Хотите на коляску, для мам это очень удобно. Хотите на велосипед, для велосипедистов это тоже очень удобно. То есть такая штучка, которая крепится, и в нее можно поставить стакан. Для меня важный стакан с кофе, потому что когда я иду с малышом гулять, и с коляской, кофе все время некуда поставить, я все время в кармашек, вечно оно проливается. Давайте посмотрим, как оно устроено. Пока я ездила в поездку, я потеряла такую штуку, у меня осталось только... Короче, она на две части как-то развалилась, плохо держалась, и я ее потеряла. Золочная бедня. А вообще, знаете, еще я замечаю, что мое видеофикс прайс начинается всегда по-разному, в зависимости от того, вот в чем я одета. Вот сегодня вы видите нежные шарики на фоне, такая нежная маечка у меня, губы нежные, розовые, я не накрашенная, использовала только свой хайлайтер, любимый, который вы можете приобрести у меня в магазине, ссылка под видео. И я такая вся нежная, и как-то не хочется... Я, я, фикс прайс, поехали! Как-то так не хочется даже начинать. Ладно, да, я начинаю так нежно, и вот, по-моему, сейчас весь фикс прайс пройдет в такой нежности, няшности, все такое. Вот это не бойки. Я не понимаю, что это. Здесь точно ставить стакан, это я понимаю. Здесь... Что надо прикручивать? Очень-очень непонятно. Все, инструкция, как всегда. А, на 360 градусов крутишь и пристегиваешь. Пойдет ли она к колясочке? Она пойдет к коляске, только если там есть какая-то горизонтальная штука, потому что она только вот так лепится горизонтально, она тут не вертится. И вот эта печалька. Хотя можно повернуть, я думаю, вот здесь вот такой шуруп есть, я думаю, его можно открутить, повернуть, как вам удобно, да? Потому что на коляске такие вертикальные штучки. В общем, а вот эта фигня, она крутится, походу сейчас. Все. Так. Вот как-то так. Не пойму. Пока что ничего не понятно. Честно говоря. Здесь снимала. А, все, работает. Смотрите. Вы крутите вот эту штучку, и здесь это вылазит. И оно, короче, становится все меньше, меньше и меньше. И в итоге вот, видите, все, мы закручиваем. Вот. Зафиксировали. И опустили. Ну и все. Короче, проще простого. Проще пареная репа, как говорится. Короче, вот такая полезная штучка у меня появилась в экспрессе. И она белая, это тоже классно. По-моему, были черные еще, я не помню. Дальше. Вот такой набор я встретила и купила еще такой же набор маме. Я вообще купила, ей нужна была, была длинная такая щеточка с ручкой. Удобно чистить детские бутылочки. Поближе все, чтобы меня лучше было слышно. Удобно чистить детские бутылочки. Ну и вообще, как бы, я увидела такую вот три в одном. Купила, показала ей. Она говорит, ничего себе, какая красота. И ей так понравилось. Говорит, купи мне тоже. Я ей купила тоже. Вот такие красненькие еще. Там вот серые, красные, еще, по-моему, какие-то цвета есть. Не помню. В общем, удобно. А стоит сколько, не помню. Ну, рублей 55 нужно. Дальше. Давно хотела купить себе салфетки специальные в машину. Недавно. Что-то я сижу такая, что-то жду кого-то. Думаю, дай протру. Взяла просто влажную салфетку. Начала протирать салон. Потом вспоминаю, что есть же специальные салфетки для салона. Они с ароматом соответствующим. И они, может быть, даже пропитаны чем-то, чтобы пыль не так садилась. Думаю, дай куплю. Ну, взяла. Мне не очень нравится. Мне нравится, как они пахнут, эти салфетки. Для панели, для машин. Для ухода за салоном автомобиля. Но мне не нравится, что они очень тонкие. То есть они ничем особо не пропитаны. Я буквально там протерла каких-то 10 квадратных метров. Она уже не мокрая. Мне кажется, она уже недейственная. Ну, в общем. Ну, хорошо, что здесь залепливается. Здесь все проклеивается. Все отлично. Но хочется как-то салфетку поплотнее, что ли. Как-то она пахнет мужским одеколоном. Мужскими духами. Странно, да? Почему не женскими? Вот. Ну, она как-то мало влажная, что ли. Но мне показалось... Мне кажется, лучше есть салфетки. Вот. Но пока они будут в моей машине, пока они не израсходуются, лучше мы покупать не будем. Малыш у меня проснулся. На чем мы остановились? Да, купила еще салфетки. Увидела вот такие новые влажные салфетки. Антибактериальные. Эффективно очищают и дезинфицируют гипоаллергенно. Решила взять такие. И мои любимые салфетки. Вот такие детские. Мы ими пропользовались все время. Они очень классные. На самом деле, никакой аллергии не вызывают. И вообще хорошо стирают даже загрязнение с одеждой. И они вот как-то по-новому стали делаться. Потому что я брала просто была липучка. А здесь, видите, еще такая штучка. Это намного лучше. Потому что липучка бывает отлепляется. И все. Вот эти хочу понюхать. Ну что такое? Открывайся. Чем пахнут вот эти вот? Мне интересно просто. Ой, они пахнут знаете чем? Лимоном, что ли? Короче, кисленьким чем-то. Чем-то прикольно пахнет, Дэн? Да, классно. Салфетки. Давай протрем заодно ручки. Маме. Тут чистенькие были. Так, что еще я взяла? Еще я взяла вот такие вот мультипласт водостойки. И это всегда пригодится, правда, нам, девушкам. Давайте посмотрим, какой внутри. Потому что бывает, часто я беру какой-нибудь пластырь, честно говоря. И он тот цвет, блин, белый, знаете, то вообще непонятный. То я хочу там бежевый, а он прозрачный какой-то. Поэтому важно знать, какой пластырь у нас внутри. Этот пластырь, походу, прозрачный. Да, вот так вот он выглядит. Мы его отрываем. Он занимает большую площадь, и он прозрачный. Единственное, что будет видно, вот эту белую штуку. Поэтому иногда я люблю просто бежевые. Вот так вот. Раз мы налепили, но белую штуку видно. Вот это посередине. Вы поняли, да? Мне всегда это хочется, чтобы было. Так, ладно, их здесь много. Сколько штук написано? 20. В общем, пригодятся. Дальше в фикс-прайсе появились такие интересные новинки со спортом связанные. Я, конечно же, взяла вот себе вот такую штуку. И это вообще самое дорогое, что есть в фикс-прайсе. Представляете, 199 рублей. Таких цен не было. Фикс-прайс растет, зараза. Он начинался вообще с 10 рублей. Ты прикинь, Дэй? 200 рублей вот эта штука. Зачем нужна эта штука? Я вообще вот сейчас сижу на таком вот... Покажу вам сейчас. Зачем я сижу? На подушке для медитации. Ой, вот она. И на самом деле она очень удобная. Вот на ней сидеть очень удобно. Раз, и все. Особенно, когда медитируешь, спинка ровно держится и очень удобно. Вот эти, в принципе, квадратики, прямоугольнички, да? Да, я не знаю, что такое. Прямоугольничка. Это, да, я знаю, это не квадратик. И он тоже, в принципе, для этого может способствовать. На нем можно сидеть и также заниматься. Если вы будете смотреть какие-то уроки дома, например, да, по фитнесу, вы увидите, что эти кубики часто меняются в спорте. И еще, когда я ходила на всякие занятия, да, там были такие кубики. Я решила взять, тем более, такой красивый нежный розовый цвет. Наверное, они стоят дороже, раз они здесь стоят в фикс-прайсе 200 рублей. Можно представить, сколько они стоят так, да, без фикс-прайса. Давайте я... А то я голословно так. Сейчас я открою. У меня еще какие-то мягкие. Ну, он такой мягкий и достаточно твердый. То есть, мне интересно, если я на него сесть, он не сломается? Ой, тетя Мотя. О, мы тоже хорошо сидим. Подушка, правда, удобнее. Но вот когда, допустим, Кристина ко мне будет приходить, я сажусь на подушку, она садится на такую штуку. Короче, удобно. Надо было две брать. Потому что она маленькая, а попа большая. Так, блок для йоги. Упражнение на растяжение мышц для развития гипноза. Какие дела. Красиво. Дальше для фитнеса я нашла вот такую штучку. 99 рублей. И здесь написано, что... Фитнес and power. Здесь это эспандер гимнастический. Его надо растягивать. Мне стало очень любопытно, что он из себя представляет. Тут сзади нарисованы упражнения всякие, как можно его растягивать. Перед собой, над собой, вдоль, поперек. Сейчас у нас затестим. Занимаюсь ли я дома? Занимаюсь ли я дома? Ну, бывает. Прикольно. Я думала, он такой более растяжимый. Он, короче, совершенно нормально. Такое ощущение, что я его сейчас растяну, и он такой... Знаете, такой звук. Звук такой. Да ёптю, не получается. Короче. Так он для маленьких рук каких-то. То ли я не могу растянуть, то ли серьёзно. Короче, первое упражнение. Это вот так делать. Вот я держу его ровно, да? И вот так растягиваю. Раз. Блин, ручки качаются, я вам скажу. Два. Три. Можно растягивать просто двумя руками. Вот так. По диагонали. Вот так вот можно сзади растягивать. Ой. Ой, ни хрена себе, девочки. Да я качком буду. Можно вот так растягивать. О, вот так отлично. Можно вот так растягивать. Только... Вот так. Блин, все мышцы чувствую. И что ещё? Ещё какое-то упражнение нарисовано. Вот это. Я не понимаю, как это. Вот это упражнение я не понимаю, как это делать. Короче, ну прикольная штучка. Мне кажется, она... Стоит. Может, её ещё как-то можно использовать. Ну а чё? Нет, не пофантазировать. Наушники. Представляете, я такая раз начинаю видео, и все будут думать, что за херня у неё на шее. О, в крушении. А волосы, интересно. Ну блин, он на самом деле такой силиконовый, и за волосы будет прям хвататься. Если вот так резинки случайно нет, раз, короче, ты... Нет, не будет держаться. Испробована с Еленой. Короче, прикольненько. Вот эта штучка. 99 рублей. Дальше. Ага, мы пошли по фитнесу. И сейчас мы им продолжим. Я взяла вот такие две эластичные ленты на 5 килограмм, до 5 килограмм и до 10 килограмм. Вот такие. Мне стало интересно. Они по 99 рублей. Здесь тоже сзади куча упражнений. Надо не выкидывать для коробки. А, что с ними делать? Вот, видите? Опять же, задом, передом, боком, раком. Давайте возьмем зелененькую. Просто посмотрим, что она из себя представляет. Та-та-та-та. Там, по-моему, еще была какого-то цвета. Там нагрузка, как я понимаю, еще другая. То есть это просто... Просто вообще просто резинка. Вот она, просто. Вот они, края. Обычная резинка. Да. И она, значит, вот растягивается, да? То же самое. Мы то же самое, кстати, ее можем растягивать. Вот. Ну-ка. Сюда я гляну. Ой, на руках здесь вообще... А, это как-то резко, что ли? Ее можно завязать. И тоже тянуть. Короче, упражнение море. Можно становиться на нее вот так делать. Короче, я вставлю сюда в видео, что можно делать. Ну и фиолетовая такая же, только нагрузка больше, да? То есть эту ты растягиваешь, как будто 5 килограмм где-то у тебя. Она такая более тянущаяся, наверное, да? А эта более упругая, фиолетовая. Вот такие дела. А, да. А, да. Продолжение следует... Продолжение следует... Еще мы будем с вами готовить необычный кексик. Он необычный, реально. Это будет отдельное видео. Не буду его показывать. Так, еще я купила вот такие штуки, так как вы знаете, что сейчас я делаю гель-лак сама дома. Пожалуйста, полюбуйтесь на мои ножки. И такие же ноги. Смотрите. Ладно, не буду их показывать. Чуть-чуть. Зажимы для снятия гель-лака. 5 штук. Не стала брать 10, потому что я делаю все по одной руке. То есть одна рука у меня должна быть ходовая. С ребенком это так. Но одна девушка недавно мне сказала... Блин, как она узнала, что я их собираюсь брать? Что-то я забыла. Но она мне написала, что она на Алиэкспресс заказывала вот такие штуки. Одна из моих подписчиков писала мне в директ. И она говорит, что тоже не хотела фольгой заморачиваться. Думала, будет классно. Возьму, короче, и будет замечательно. Но она говорит, что они пережимают пальцы. И пальцы синеют. Представляете? И в итоге она пользуется все равно фольгой. Может, зависит от того, какие зажимы. Пальцы синеют. В принципе, зажим не сильно такой сильный. Но думаю, что если долго носить, может быть, действительно засинеют пальцы. Короче, я купила себе такие штуки, 5 штук. Я их пробую сначала на себе. Приятно, конечно, предупреждения всякие разные. Но буду иметь в виду. Как только у меня палец будет сильно чувствовать что-то, я сразу сниму. И не хочу себе синие пальцы. Вот. Еще нашла необычную штучку. Я очень люблю все для хранения косметики. И вот такое ноу-хау мне понравилось. Стоит тоже 99 рублей. И здесь такая штучка. Она белого цвета, что хорошо. Белая с серым. Смотрите. Вот так она выглядит. Вот она. Внутри такая резинка. Ой, кстати, снимается и, значит, моется все прекрасно. И сюда можно ставить кисти. Понимаете? Вставляешь кисти сюда. Сейчас проверим с вами. Принесла кисточки. Сейчас мы проверим с вами, как вставлять сюда тоненькие кисточки. С тоненькими такими штучками. И толстые. Значит, смотрим. Тоненькие мы можем вставлять. О! В лепесточки. Видите? Прекрасно стоит все. В лепесточки. Слушайте, тут сюда очень много кистей можно поставить. В лепесточки прям, да. А если толстая, то можно поставить между лепесточками. Залезет? О! Класс! Вообще темка, девчонки. Кто встретит такую штучку, я рекомендую. И видно, блин, какая тебе кисточка нужна конкретно. Единственное, что... Вот, например, она стоит. И вот я хочу взять кисть. Я ее так просто не вытащу, а она тянет все за собой. То есть нужно придерживать будет вот эту штучку. Раз, и вытянула. Вот так. Вообще лучше толстые кисти сюда не засовывать. Вот это. Вот это тоже. Короче, мне нравится все равно. Еще что-нибудь сюда другое можно еще засунуть. Мне кажется, классная вещь. Так, что еще осталось? Осталось еще, я купила вот такие свечки. Я их уже брала. Мне они очень понравились. Они работают на батарейке. Батарейки туда внутрь входят. Вытаскиваете пленочки, включаете вот такими защелочками. Они очень красиво горят. Я думаю, это использовать на фон очень красиво будет. Потом меня как-то спрашивали, продаются в фикс-прайсе ли на глаза такие вот очки спать в самолете. Я вспомнила, что я уже брала, и у меня есть розовенькая такая. Но в фикс-прайсе я увидела очень прикольные очки и тоже их решила взять. Не знаю, зачем я в самолете не сплю, никогда их не ношу. И вот у меня розовые, и теперь вот такие. Я вот себя не вижу, а вы меня видите? Мне очень любопытно посмотреть. И... О, они очень прикольные. О, классные, да? По-моему, очень веселые. Очки. Вот такие еще очки продают. Да, там все время продают разные очки. Есть черненькие, там голубенькие были, розовенькие. Очень много всего. Поэтому, если кому-то надо, то идите берите. Так, и последнее, что у меня есть в этих пакетах, это кинетический песок с формочками. Меня просила одна из подписчиц его затестить. Ой, я не знаю, как сейчас все разбросалось здесь, как я его затыщу. Затыщу. Правильно, Горьцо? Кинетический песок. У меня зеленого цвета. И здесь есть формочки. Вот они. То есть, это пасочки. То есть, можно делать. Сейчас, наверное, надо сделать ребенку дома, да? Насыпать. Вообще, он у меня очень любит в песочнице ковыряться. И если будет такая мини-песочница дома, мне кажется, это будет прикольно. Это для мини какой-то такой песочницы. Поэтому, вот, это я купила. Покажу это вам отдельно, как мы с ребенком будем играть. Подожди, садись сюда. Давай вот так на свет сделаем, чтобы девочки видели все. Иди сюда, садись сюда. Вот так. Ой, пасочки, скажи. Что, уже можно играть, скажи? Песочек. Давай, садись в песочек. Ну-ка. Он рассыпется сейчас. Он такой, такой интересный вообще. Он как будто живой. Все, все, высыпали, все. Чуть-чуть осталось. Он должен, наверное, немножко насытиться кислородом. Да? Потому что он не похож на песочек немножко. На. Только сюда, над песочницей. У тебя маленькая песочница. Смотри. Дэнни, ты можешь класть сюда. Смотри, делать красивые формочки. Клади песочек сюда. Ну все, у нас песочек уже весь. Везде. Затестили мы. Смотри. Паска, паска, получишь. А если не получится, я тебе дам глаз. Вау. Как красиво. Красиво. Ну, интересный такой песочек, честно говоря. Он как живой, смотрите. Вот я его так разделала. Ой. Куда? Дэнни. Все, это не для деток. Что ты в рот? Ну, в рот-то зачем? Он вытер рот, и у него оказалось все во рту. Песок другой, он отлепляется. Я тут непонятно, какой-то липковат немного, но он вроде не лепится. В ротик нельзя кака. Короче, он весь уже в песочнике, вы видите, да? Он с удовольствием будет здесь играть. Я не знаю, это не для дома, наверное. Паска, паска, не получилось, да? Так, не так, не так, Надя. Давай, от нее сначала наберем. Давай пасочку. Вот так, смотри. Переворачиваешь. Засовываешь сюда песочек. Вот так. Вот, сначала песочек. На. Теперь переворачивай резко. Быстро. Оп. Ну, вот он, он уже получился. Он даже, он даже на ходу получает. Давай еще раз попробуем, давай. Давай. Главное не ешь этот песочек, надо почитать. Давай, резко переворачивай сюда. Давай, раз, два, три. Оп. Так. Ой, смотрите. Какую красоту дынести. Класс. Мама будет теперь песочек этот убирать. А это тесто. Тесто, да? Он такой, да, вот особо на руках не остается. Ну, я же хотела показать, что он как живой. Его раз, и он начинает разваливаться у вас в руках медленно. Хе-хе. Класс. А вот, смотри, что это такое. Давай, насыпем сюда. Поправляй, да. На, переворачивай. Раз. Ух ты, кирпичик. Можно целый замок построить. Тебе нравится, да? Все, подтянул, мальчик. Ну, играй. Здесь написано, что он хорошо тянется и держит форму. Это да. Пластичный, согласна. Приятный на ощупь. Приятный. Не оставляет пятен, да? То есть он с рук снимается. Не прилипает к рукам. Без запаха. А, не оставляет пятен. Это другой, видимо, момент. Да, без запаха. Я уже понюхала. Вот такой песочек. Только Деньке больше нравится, по-моему, играть вот. На полу. Из песочницы. Да. Оформила пацану вот такой бассейн. Не знаю, надеюсь, он не начнет выкидывать его за борт. Но я вам скажу, пятен не оставляют. Блин, у него руки остались зеленые. Ну, их помыть, наверное, не будут они зеленые. Ну, вот они. Покажи, дай. Мои руки зеленые. Давай пасточку соберем. Насыпай много-много сюда. Давай. Полную надо сделать. Полную давай. Насыпай. Вот. Вот, молодец. Делай пасточку, День. Вот. Переверни ее. Давай. Вот. Раз, два, три. Открывай. Красота. Красота. Короче, ну песок он любит. Да, он может сейчас зависнуть здесь надолго. В принципе, я его достаточно быстро собрала с паркета. Все чистенько. Надо просто следить за ребенком. Ну, в принципе, все, мои хорошие. Покупочки закончены. Надеюсь, мое видео было полезным и интересным. Спасибо всем тем, кто что-то мне присылает в директ, что в фикс прайсе новинки. Не просто там новинки все подряд, да, а действительно что-то необычное. Вот сейчас там есть кое-какие вещички, не буду говорить какие, которые хочу приобрести и скорее вам показать. Вот. Поэтому в ближайшее же время, которое у меня будет свободное, я побегу в фикс прайс, наберу снова всяких приколюк. И да, мы еще с вами будем готовить. Так. Все, я с вами прощаюсь. Люблю, целую. Если понравилось мое видео, хотите еще обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто-то первый раз. Впереди много интересного. Хранение Алиэкспресс. Наконец-таки пришли мои все покупочки. Скоро будет, скоро будет. Все, целую. А завтра, наверное, будет продолжение влога, как мы отдохнули на море. Все, пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok